добрый день подписчики страницы baggy news сейчас мы находимся в прямом эфире только что закончилось заседание мажориса парламента республики казахстан такое морео где было сказано о вандализме то есть последнее время сам вандализм нашей стране случаи вандализма участились об этом принципе о депутатском запросе нам расскажешь сам чтобы объяснить что этого нельзя делать ну или другой пример в северо-казахстанской области фермеры запахивают городище древний потому что карты сакральных мест просто утеряны или вандалы кладбищенские например в алматы на кладбище кенсай разграблена могила народных артистов наших знаменитых народных артистов что там говорить лично я столкнулся газеты жубановой могила разграблена там украдена статуя жеребенка у меня моих родителей могилу разграбили тоже в центре алматы просто оказывается чугун из которого сделаны оградки он очень хрупкий не нужна даже газель большая машина чтобы вывести эти оградки через центральный вход просто берут кувалду раскалывают чугун и в мешках уносит это стало повсеместным и повальным на всех кладбищах казахстана это такие ужасные вещи я вам рассказываю или еще пример озеро кубитус мы знаем да уникальное озеро где лекарства от ковид якобы стали добывать и пол озера розовой воды грязи целебной растащили теперь чтобы остановиться этого озеру нужно 15 лет и можно что нужно делать конечно это от низкого уровня культуры мы смотрим когда это происходит кто это делает ну как правило вандалы те которые ломают лавочки скамейки бьют окна это подростки мальчишки там или девушки возрасте от 13 до 16 лет причины в неустроенности в неудовлетворенности сегодняшним днем в отсутствие денег возлабленности ну и конечно же полное отсутствие воспитания действенными мерами являются видеонаблюдение например мвд в этом году должно поставить по дорожной карте партия аманат а я депутат от партия аманат 28 тысяч камер но почему-то сократили до 13 тысяч камер должны оградить места должны поставить таблички где написаны о мерах наказания в этом году наказание увеличено ужесточили например штраф будет от 60 до 150 мрп то есть это пятьсот пятьдесят две тысячи тенге или арест на 40 суток или 160 часов общественных работ я хочу чтобы в этом все знали и вот именно таблички с такой информации должны стоять в памятниках на городищах у мазарах балбалов кстати о балбалах буквально вот вчера прошло большое заседание в алмантинской области там голы таз практически растащили это музей под открытым небом музей петроглифов но то что я говорю невозможно сделать силами полиции невозможно сделать силами правопорядка не поставишь же на каждый памятник а их у нас 25 тысяч в стране 12 тысяч имеют статус памятника истории странового масштаба полицейского не поставишь круглые сутки зимой и летом ведь это может произойти в любое время поэтому мы говорим о том что нужно нужно повышать культуру нужно через социальные сети министерство просвещения рассказывать о том как важно сохранить ее делать социальные ролики запускать их сеть и очень важно восстановить карты сакральных мест и еще у нас есть такая специальность хранители историки инспекторы в областях у которых есть вот полномочия но нет полномочия штрафовать например такой инспектор которого задача которого охранять контролировать памятники истории культуры приезжает на место и видит ну скажем того же расписчика который расписывает у него нет инструментов том чтобы наказать его привлечь к ответственности вот я говорю о том что нужно дать такие инструменты этим людям нужно базу им дать техническое оснащение вооружение я не имею ввиду оружие а я имею ввиду ноутбуки законодательную базу прежде всего и вот это все должно вместе сделать государством ну и конечно вот это должно выставить вот эти вот камеры на которых я говорил 28 тысяч только в этом году но запрос очень хорошо зашел лидеры многих партий не только моната пожали мне руки сказали это очень важно для нашего общества и я думаю что отклик будет и для нас очень важно чтобы люди которые могут совершить вандализм чтобы они знали какое наказание им грозит это это самое важное и чтобы у них даже рука не поднималась делать что-то такое на самом деле мы как манкурты получается мы сами прием в колодец из которого будем пить а что останется нашим детям если мы разрушим все памятники если мы их распишем самых труднодоступных местах пишут там типа здесь был вася если сотрудник сам директор музея из октау взял и на скале вырубил там свое имя а ведь он должен воспитывать директор музея можете себе представить какой низкий уровень культуры такое к сожалению повсеместно именно поэтому президентом косом шумартом катаем токаевом разработан специальный курс и вот там тоже должно быть в школе со школьной скамьей больше часов которые бы рассказывали о преемстве поколений о культуре памятниках и о вандализме и как какое наказание за него последует чтобы дети знали об этом я приведу пример вы знаете это возможно в 90-х годах сайгаков наших степных антилоп пример кажется издалека но тем не менее послушайте оставалось всего двадцать тысяч было около миллиона и в те далекие годы там убить сайгака не считалось преступлением потому что сайгаки продавались в магазинах их мясо также как говядина или баранина и вот тогда схватились за голову зоологи общественность и я лично принимал участие в жюри когда создавались мультфильмы образ долго доброго сайгачонка и крупный бизнесмен олигархи финансировали подобные проекты я помню тогда приз пять тысяч долларов уехал в шенкен где был создан там самый добрый мультик о сайгаках и вот за 20 лет выросло уже новое поколение которое считает справедливо что сайгак это символ и что убивать его нельзя папа что ты делаешь ты хочешь убить сайгака папа ты поехал на охоту это не поощряется это осуждается поэтому еще не каждый отец возьмется за оружие чтобы убить сайгака который символ страны и сейчас новая проблема их стало слишком много было 20 тысяч сейчас около двух миллионов степных антилоп они вытаптывают поля и общественности зеленые стоять за них горой и стеной когда уже можно казалось бы регулировать численность люди против этого вот примерно то же самое должно произойти по отношению к вандализму мы должны ему сказать решительное нет это должно осуждаться люди совершающие такие поступки должны изгоняться наказываться все то что они делают должны с ним с должно сниматься и тут же размещаться социальных сетях это я считаю наиболее действенные рычаги для того чтобы бороться с вандализмом это все смотрите вы думаете что это все с детства все равно идет это воспитание зависит и как бы люди взрослее они понимают что этого нельзя делать и они это не делают то есть это все равно идет именно с детства правильно и еще такой вопрос смотрите сейчас за вандализм принципе там не помню сколько мрп но это получается платят штраф считаете ли вы что эту норму может как-то ужесточить свое мнение насчет ужесточения то есть это уже не просто штраф а уже как-то более серьезные меры потому что мне кажется люди многие думают то что если штраф оплатить все я оплатил штраф все я не как бы чист ну как вы думаете может насчет этого как бы если ужесточить закон в этом году же закон был ужесточен и увеличился штраф от 60 до 150 мрп сейчас максимальный штраф за вандализм 552 тысячи тенге приведу пример например в италии штраф от 10 до 60 тысяч евро понятно что он другие доходы в россии до трех миллионов рублей у нас 552 за сквернение памятников истории но кроме того как я говорил у нас есть еще и до 40 суток ареста или 160 часов общественных работ это очень серьезно то есть я помещают в камеру и ты находишься там если ты осквернил что-то взорвал и уничтожил безвозвратно то что невозможно восстановить я приведу вам пример из личной своей практике я японских коллег журналистов привез на реку или там я сам из алматы есть такое там голы тасс я говорил сегодня о нем и на стенах расписаны стены каменные стены естественные педроглифом не просто сцена охоты поскольку эти скалы на великом шелковом пути на реке или была единственная переправа которая действовала сотни может быть тысячи лет и там единственный шива шестирукий буду нарисован и вот и взяли и расстреляли просто расстреляли бабах бабах по камням стреляли и меня спрашивали журналисты как это возможно кто-то понес наказание кто-то сидит в тюрьме за то что на ваше прошлое вашу историю осквернили нет ничего этого не было поэтому безусловно наказание вот за такие преступления нужно ужесточать с другой стороны я приведу пример еще один когда 20 лет казахстане отменяли смертную казнь многие говорили что произойдет нельзя этого делать людей останавливают от убийства именно страх смертной казни прошло три года смертную казнь объявили мораторий то есть ее не приводили в исполнение и я встречался с людьми которые были приговорены к высшей мере наказание вместе заменили на пожизненное лишение свободы и вот ни один из этих людей его небо не пугала смертная казнь каждый из них думал что он спрячется затаится что он невидимка что он убежит что его не заметят не найдут но он сможет избежать наказания то есть далеко не всегда страх наказания действенная мера именно поэтому я и говорю о воспитании только воспитание прежде всего воспитания в школе семье среди подсвестников касательно вот допустим если брать сравнивать с другими странами то есть принципе европа тоже самое там более чище там ну можно сказать вандалов меньше это правда или это все равно нам так навязывают то есть в обществе соцсетях то что европе лучше ну к примеру плане плане вандализма что людей вандалов меньше ну я могу сказать что там есть такой вандализм который нам даже не снился и слава богу например есть музейный вандализм когда многие вандалы приходят и знаменитые полотна в лувре или ножом или краской или кислотой соляной заливают чтобы вообще уничтожить их пытаясь привлечь внимание какой-то проблеме это страшный вандализм к счастью у нас не было ни одного подобного случая вандализма ну собственно в италии например как я говорил от 10 до 60 тысяч штраф ну там история богатейшая потому что там не 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 они кочевники жили а потому что там тысячелетия назад развивалась культура у нас все по-другому и поэтому нам надо очень тщательно очень бережно те крупицы которые у нас есть например баба балла сейчас бал баллы модно свои богатые коттеджи усадьбы дома вести и ставить а ведь они в степи стояли тысячами лет они указывали дорогу путнику каждого баба балла была своя философия не зря их устанавливали и петроглифы где сейчас каждый там пытается написать что-то нарисовать там где сцена охоты а это тоже то что у нас есть это надо очень бережно хранить спасибо большое за ваш с вами прямой эфир провели принципе все отлично думаю многие поддержат это все равно как бы когда смотришь ты в этой стране живешь ты должен за этой страной следить и сам то есть ты являешься гражданином мы считаем это правильно спасибо у вас интересная депутат мы жились от партии аманат но после того как я озвучил этот запрос даже мои коллеги лидер о сдп лидер партии акжол они сидят рядом со мной не пожали мне рукой то есть это созвучно всем гражданам страны не только скажем представителям одной партии то есть это очень важная проблема которую мы решать должны вместе все спасибо большое и михалыч до встречи